АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Нам приедут наблюдатели с трёх площадей. Ну, две другие площади не имеют никакого серьёзного значения. Они празднуют. А на Пушкинской что-то происходит. Я не понял, что сказал Удальцов и что сказал Навальный, что они оттуда не уйдут. Потому что я твёрдо знаю, что палатки им там поставить не дадут. А без палаток даже при большом количестве самых высококачественных горячительных напитков больше четырёх-пяти часов они не пробудут там. Поэтому что именно имеется в виду, не ясно. Но давайте начнём с анализа ситуации. Давайте начнём с анализа ситуации. Так плохо слышно. Я хочу сказать, что если я буду говорить не в микрофон, то будет проблема с трансляцией на интернет. Правильно я понимаю? Или нет? Нет, я с вами-то могу. Я спрашиваю телегруппу, телевизионщики. Я могу говорить без микрофона, потому что я могу. Я спрашиваю об интернет-трансляции. С ней будет всё в порядке, если я буду говорить не в микрофон. Без микрофона нельзя. Вот, что говорят нам интернетчики. Хорошо. Сюда отойти? Так, для интернета нормально? Я спокойно буду перекрывать. Зал театральный. Акустика хорошая. Я человек тренированный. Поэтому вы всё будете слышать. Вопрос только, пусть мне даст отмашку интернет. Так нормально? Тогда я не могу делать ничего, кроме того, что я делаю. Кому-то не слышно? Решили технический вопрос? Начинаем заниматься вопросами политическими. На протяжении всех последних недель на наших глазах осуществлялась какая-то трагическая, и я бы сказал даже чудовищная метаморфоза. Один сюжет – борьба народа за то, чтобы изменить проводимую политику, сделав её более социалистической, более, ну, менее рыночной, скажем так, менее либеральной, более отвечающей тому, что мы представляем собой как целое и что для нас являются интересами страны. Вот борьба за народа, за то, чтобы политика стала, ну, я даже не порачиваться язык сказать слово, социалистической, но вменяемой, более ориентированной на интересы социального большинства, в большей степени относящейся к, так сказать, государству как высшей ценности, в большей степени относящейся к национальной собственности, как к нормальному существованию, так сказать, экономики и так далее, ну, такой, ну, не знаю, кинстианский с элементами социализма. Я на большие никогда в том, что касается Зюганова, не рассчитывал. Но хотя бы такая политика. Вот народ боролся за то, чтобы политика вернулась в какое-то такое русло, чтобы она двигалась вот отсюда, вот к той телекамере, чтобы мы двинулись вот от нынешней ситуации, которую мы все воспринимаем как весьма и весьма пагубную, к тому, что желанно нам всем и очень большим группам в народе, как к идеалу, чтобы вот отсюда я пошел сюда, или сюда, или сюда, или сюда, и, наконец, зашел до камеры и сказал, вот он, наш идеал, ура, мы победили. СССР, Иванов, красный проект, это камера. Все при этом говорят, что вот это положение, в котором все находится, ужасно. Я тоже считаю его ужасным. Я ни разу не называл это положение замечательным, никогда не говорил вместе со всеми здесь собравшимися, что мы встаем с колен, напротив, называл все происходящее ликвидкомом. Но всегда, какое бы ужасное положение ни было, оно может стать еще хуже. И вместо того, чтобы двигаться к этой камере, можно двигаться в другом направлении. Сюда, 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 в колонию. Или просто встать с этой точки и пойти сюда, сюда, а потом прыгнуть в пробу. Поэтому каждый раз, когда люди говорят, мы ждем перемен, мы ждем перемен, это абсолютный идиотизм, потому что спрашивают, в каком направлении эти перемены. Есть программа Зюганова, и я считаю эту программу позитивной. Там есть национализация определенных отраслей, там есть социальная политика, там есть другие вещи. Поэтому, если это двигается сюда, все замечательно. И можно сказать, что все-таки своими передачами, которые шли на протяжении полутора лет, я в немалой степени способствовал тому, что какая-то часть народа проснулась, что какая-то часть народа решила, что это направление действительно отвечает исторической судьбе, и что Зюганова поддержала больше людей, чем его поддержала. Все в порядке. Поэтому, когда начались выборы, то все мои симпатии и все, что было связано с моим представлением о должном, находилось на стороне Зюганова. Никаких лично непреодолимых конфликтов между мной и им не существует, и я был полностью готов, всячески, как это только можно, поддержать Зюганова. Замечательно. На выборах Коммунистическая партия Российской Федерации получила гораздо больше, чем она получала когда-то, и сочла себя обкраденной с точки зрения того, что Единая Россия, партия жуликов и воров, что-то там муклевала. Прекрасно. С этого момента происходит то, что каждый раз делаем мы. Вот мы, когда объявляем митинги, я на себя или, не знаю, кто-нибудь из моих ближайших друзей регистрирует, делает на себя заявку на митинг. Дальше вот на этой трибуне, вот здесь, стоит Зюганов, справа от него Мельников, слева от него, не знаю, Афонин, все руководство партии, дальше по мере важности стоят оппозиционные силы, неважно уже либеральные, консервативные, любый широкий фронт, стоит митинговая трибуна, выступает Зюганов и говорит, партия жуликов и воров нас обокрала, мы требуем, чтобы это было исправлено, мы призываем к честным выборам, мы идем на президентские выборы и хотим, чтобы народ нас поддержал, а если власть будет муклевать, то мы эту власть, так сказать, свергнем. И это тоже правильно. Надо сказать, что большинство все время говорит, что хороша только эволюция, а революция ужасна, это не мой тезис. Это фраза Бисмарка, революция мне ненавистна как грех. Ромен Роланович, близкий мне великий художник 20 века, сказал, революция как любовь, горе тому, кто этого не понимает. Поэтому вопрос о том, революционным или эволюционным путем мы двигаемся туда, в этом направлении, это вопрос второй. Важно, в каком направлении мы двигаемся. И что же я увидел? Как было в рассказе Байбеля сказано, и что же мы увидели в городе Майкопе? Мы вдруг увидели, что вместо митинга, зарегистрированного на Зюганово, на Зюганово, в котором перед нами выступает Политбюро, КПРФ и примкнувшие к нему оппозиционные силы, на трибуне митинга, а вроде события-то в том, что Зюганов победил, и что мы двигаемся к камере, в социализм, на трибуне митинга стоят самые омерзительные опивки прошлого. Стоят. Да. Сколько их там? Ну вот сейчас началось главное. То главное, ради чего мы здесь. Повторяю, Навальный и Удальцов призвали людей не расходиться с площади, их от сотни до тысячи, они хотят ставить палатки, и сейчас начинается вытеснение их ОМОНом с площади. Вопрос весь заключается в том, как это будет происходить. Мы до этого дойдем, у нас есть время. Наши наблюдатели находятся в точке событий. Итак, на трибуне появляются все эти хари прошлого, абсолютно ненавистные коммунистическому, патриотическому и любому другому сознанию, и явным образом знаменующие собой движение не туда, революционным и революционным путем, а вот туда. Туда, туда, вылезайся в проповедь. Стоят эти фигуры. И начинает возникать напряженное ощущение, а что же Зюганов? Зюганов поначалу всех их называет оранжевой сволочью, проказой, и говорит, я опытный аналитик, я хорошо знаю, как это бывает, в Сербии, где они сокрушили Югославию, все, в Грузии, где они лишили народ того-то и того-то, на Украине, везде, всюду, эта оранжевая проказа, эта мерзость несет нам ужас. Вы помните, я записывал передачу ночью, и вдруг принесли эти слова, я оставил на ночь бригаду, чтобы записать новую передачу, и сказать, Зюганов все говорит правильно, я его поддерживаю. Наступает утро следующего дня, выступают Обухов и Рашкин, и говорят, что то, что Зюганов назвал этих людей оранжевой проказой, это сказки кремлевских пропагандистов, Сурковских он тогда говорил, еще был Сурков, какие сказки кремлевских пропагандистов, это личные слова Геннадия Андреевича, которые мы всячески поддерживаем, проходит несколько дней, и оказывается, что постоянно колонна коммунистов обозначает присутствие Зюганова на этой оранжевой площади, которую он сам назвал оранжевой проказой. Он сам не присутствует, приходит то Смолин, то кто-то еще, идет колонна, потом приходит Рашкин. В этот момент я встречаюсь с Зюгановым и говорю, Геннадий, это делать не нужно, это поведет к огромной потере голосов, вы проиграете, мы знакомы с ним с 92-го года. Ваш электорат коммуно-патриотический, вам надо бороться за тех, кто против оранжевого, вам надо расширить свой электорат с той зоной, которая у вас есть, чисто коммунистическая, на патриотический электорат, бороться за какую-то часть электората Путина. Либералы не ваш контингент, они все равно проголосуют за Прохорова, никакая Болотный и Сахарова их не заставит голосовать за вас. Это первое, нужно срочно подписать антиоранжевый акт. Второе, нужно создать комитет по контролю за чистотой выборов. Третье, нужно создать комитет по расследованию думских событий, потому что в противном случае, если все время считать, что все нелегитимно, то у нас окажется, что нет ни парламента, ни правительства, ничего, один только круговый стол 12 декабря насыщенный антинациональной сволочью. Так нельзя. Дюганов говорит, да, все правильно, Сергей, ты все правильно говоришь, ситуация тревожная. Исполнить это, исполнить это, исполнить это, исполнить это. Проходит неделя, две недели и ничего не происходит. А ровным счетом ничего. А оранжевая истерика нарастает. И не надо мне говорить, что не было прямого и наземного вторжения. Оно есть и оно продолжается. Вот они не уходят с площади. Это значит, что из американского посольства говорят, свертываться нельзя. Ведите на эксцесс. Эксцесс и раскрутка. Раскрутка эксцесс. Это значит, что Обама не хочет признавать выборы и так далее, и тому подобное. Нужен эксцесс. Вот мы сейчас сидим и не понимаем ни объема эксцесса, ни то, что будет происходить дальше. Мы просто, как физики, наблюдаем эксперимент из теплого, замечательного зала. дальше начинается следующая фаза происходящего. Я говорю им, вы братья наши, мы вас хотим поддержать и так далее. Зюганов говорит, предоставить Кургиняну и сути времени все протоколы парламентских слушаний, парламентских выборов, все протоколы участковых избирательных компаний, участковых избирательных комиссий. Ко мне приходят представители, которым поручено передавать протоколы сути времени и говорят, а зачем мы это будем делать? Во-первых, у нас их не так много, этих протоколов, и в этом главная тайна процесса. А во-вторых, это что же, мы будем своими руками разрушать выгодный для нас миф о том, что происходит страшная махинация? Я говорю, при чем тут миф? Вы поймите, на следующих выборах махинаций не будет. Они сделают так, чтобы все было чисто. Любые выборы грязные, любая страна, особенно, когда эта страна существенно бандитская, так сказать, там могут происходить любые шухер-мухер, но больших подлогов не будет. Вам не удастся дальше раскручивать миф, надо бороться за реальные голоса, нужно это, это, это. Сейчас надо спасти думу, надо показать, что там происходит, и пока что вы можете в условиях, когда вы занимаете ключевую позицию, пойти на некий компромисс, и будут сдвинуты пропорции между единой Россией и вашей партией, и у вас будет возможность иметь легитимную думу, тогда не так страшно любой эксцесс. Есть дума, которую вы можете признать центром власти. Этого требуют интересы страны, они отвечают. а наши интересы требуют раскрутки мифа. Раскрутки мифа о нечестности. Но этот миф рухнет, он рухнет в ближайшее время. да, если прибывала группа с Рубянки, пожалуйста, скажите от микрофона, что видите, что знаете? Где люди? Да. Я не знаю, о чем я могу попросить. Ничего вам не слышно? Вам не слышно? Здравствуйте. Мы только что пришли с Рубянки, с коллегой. Там потихонечку все заканчивается. Народ расходится, хотя построение там продолжает находиться. Милиция там по полной программе находится. Значит, по тому, что там было. Это уже по факту выяснилось, поскольку в момент, когда мы это все наблюдали, собственно, люди в основном смотрели, что происходит, никто ничего не рассказывал. там были похожи Лимонов и Демушкин. Милиция сработала достаточно быстро, достаточно жестко и достаточно профессионально. Причем, вот что еще можно было отметить, мы с коллегой потом подумали, попытались проанализировать ситуацию, как это выглядело. Было очень много прессы. И, возможно, то внимание людей, которые обратились на вот это мероприятие, там было приличное количество зевак. Собственно, обосабливалось то, что там было очень много вспышек, очень много камер. Причем, вот, допустим, когда брали Лимонова, как потом выяснилось, выглядел довольно таким любопытным моментом. Значит, господину Лимонову зломили какое-то количество людей, какого-то человека, вокруг него образовался круг с камерами, с фотоаппаратами, с каким-то с чем-то еще, с каким-то оборудованием осветительным, диаметром, наверное, метров 15. То есть, народ вот так стоял. Вокруг этого построения милиционеры запустили карусель, сдавили ее, выкинули на периферию, все это очень быстро происходит, то есть, толпа расшатывается, то есть, такая куча народа вот с таким вращающимся моментом идет куда-то вбок. Вытаскивают этого человека, выдавливают его из какого-то шарика, вытаскивают, тащат куда-то, затаскивают в соответствующий фургон, да, причем не трогают прессу, прессу просто выдавили, выкинули, да, значит, из фургона кричат там долой Путина, мы не хотим слышать Путина, мы не хотим жить с Путиным и так далее, вот. После этого мы спрашиваем людей, ребята, а что происходит, как бы ваши отношения? Да не знаю, вот как-то вроде бы вот что-то здесь происходит, да, значит, показательная была реакция двух молодых людей, которых мы спрашивали, типа, ребята, как, они говорят, знаете, мы вообще тут около машины стоим, мы хотим выехать отсюда. То есть, люди равнодушно, равнодушно интересны, идеи никакой нет, никакой жизни в этой толпе нет. вы спрашивали, Сергей Ирландович, как бы дух есть какой-то, да, нет его. То есть, все спокойные, вот это вот некое вот создание какого-то антуража, да. И там только Лимонов и Демушкин были, что ли? Ну, из, так скажем, известных были они, были молодые люди в начале, их утаскивали, наверное, одними самых первых. Вот сколько их? По моим оценкам, около 30 человек. 30 человек? Может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше. Ну, порядок вот такой. Резко меньше. Резко, да там 100 просто не было. там-то ребята другие стояли, сказали, что 10 человек, они считают, увели в машину. 10 человек. Ну, там не было, там было больше 10 человек. И никаких, так сказать, попыток там перейти к какому-то вооруженному действию не было. Вы знаете, не было, и причем мы поначалу подумали, что они пытаются забраться там вот рядом, рядом с помещением ЦИКа, там какое-то строящееся здание, внутри которого встраивается метрополитен, да, вот с той стороны. У нас было такое впечатление, что они туда собирались залезть. Понятно, спасибо. Спасибо. Я что хочу сказать, что я буду все время заниматься этим текущим вопросом и политикой, да, переключаться. Я хочу объяснить одну вещь, что если бы какая-то группа захватила сегодня административное здание, то начиная с этого момента мы бы могли говорить о переводе кризиса в новую фазу. Это всем понятно здесь? Понятно, да? Любой захват административного здания предполагает, что его придется освобождать. Любое освобождение административного здания это эксцесс высшего ранга. Значит, если они только прорываются к зданию и готовы его захватить, это все. Значит, естественно, существует стремление каким-то любым способом этого не допустить. Пока что, вот то, что вы мне рассказали, это нормально. Это не переводит процесс ни в какую аномальность. Посмотрим, что на Пушкинской. Спасибо. Я продолжаю. Какой миф? А вы же понимаете, политика дела нечестна. Если мы можем говорить, что выборы были очень сильно думские и сфальсифицированы, если мы можем сказать, то тогда у нас преимущество, а вы хотите лишить нас преимущества. Я говорю, я хочу дать вам реальное преимущество в виде честности, потому что не удастся в следующий раз действовать нечестно. Во-первых, нечестно действовать вообще нехорошо. Ну, политика дела циничная. Это я привожу прямые разговоры. Да? Ну, вам не удастся этого сделать. Вы поймите, сейчас начнутся другой момент. Все кончится плохо. Нужно быстро менять идеологию. Нужно отпижевываться от оранжевых. Нужно легитиморизировать Думу. Нужно посылать настоящих наблюдателей на выборы и нужно, так сказать, строить единый, так сказать, антиоранжевый блок вместо того, чтобы переходить в оранжевую сторону. Вы проиграете все. Вы проиграете партию. Вы проиграете коммунистическое движение. Вы проиграете страну. Опомнитесь. Ну, ладно, ладно. Это все еще до главных митингов. При этом, вы должны понять, что коммунистическая партия Российской Федерации в чистом виде собирает не более тысячи человек. Вот сейчас она собрала 300, она не собирает людей. Она полностью зависит от митинговой стихии, собранной не ими. И когда собирают 25-30 человек, 30 тысяч человек, это точно знает, что это собирает большая машина. Не их машина. Это другая машина. Она, я не могу назвать всех, кто приходит на площадь оранжевыми. Но если штаб оранжевый, инфраструктура оранжевая, деньги оранжевые, как бы оргядро оранжевое, вожди оранжевые, то это называется оранжевая структура. А к ней, естественно, подтягиваются любые граждане, недовольные чем-то. Неважно, какие они, понимаете? Итак, началась эта дискуссия. И она уже была дискуссией ни о чем. Дальше странности нарастали. Никто мне не может объяснить, зачем Зюганову нужно было давать длинное интервью Ксении Собчак, рассказывая ей о том, как он сажает цветы. Хуже или лучше Путин писал свои концептуальные статьи. Но он писал концептуальные статьи. Он должен был следить за концептуальными статьями Путина и отвечать на каждый концептуальный удар своим ударом, обостряя и разоплачая то, что делает Путин. Это закон конституционной нормальной политической борьбы. Он вместо этого рассказывает о том, как он сажает цветы. Что это? А она над ним издевается, говорит, а вы вообще-то старичок, а давайте выкинем Ленина. Там идет такой тонкий, ядовитый московский стёб. И я здесь еще по этому поводу что-то расскажу. Зачем это нужно? Дальше наступает момент де вертат, момент истины. Я призвал тогда суть времени, что откуда-то ты еще? Да. Давайте ребята Пушкинской. Здравствуйте. Мы только что с Пушкинской. Добрый вечер. Ну, в целом достаточно мирно. Примерно по твиттеру судят 14 тысяч человек было. Большинство разошлось. Осталось где-то в районе тысячи. Удальцов залез в фонтан, призывает остаться. Ну, серьезно. Вот. Граждане в принципе в основном мирные. В основном. Была вот мной замечена группа малолетних нациков в районе 50 человек с флагами, жгли фаеры, но побунтовали и пошли в сторону Кремля. 50 нациков? Имперские, имперские флаги. Ну, то есть там даже никаких выкриков не было, никаких лозунгов, призывов, ничего просто. Прошли сначала в одну сторону Маяковской, потом, видимо, перешли в Тверскую и обратно прошли. Пошумели и гуляли. А что с этой тысячей? Тысяча пока с ними общается полиция, особых буйных действий с их стороны не видно. Вообще все с виду все спокойно. Они ставят палатки, что они хотят? Этого не видно. На словах они говорят, что хотят поставить палатки. остался? Кто-то наблюдает еще? У нас там ходят товарищи, рядом живет. Пишут, пишут, что ОМОН разъезжается. Да, что? Пишут, что ОМОН разъезжается. А они? Ну, видимо, ОМОН же не уедет, не оставит их там, конечно же, на месте. Подготовка полиции очень убедительная. Ну, палаток нет, Майдана нет, дело не шуту. Не видно. Не видно, да? Не видно. Хорошо, ребят, спасибо большое. Очень, еще один момент. Да, да. Хотелось бы отметить очень хорошую подготовку полиции, очень убедительную. Да, да. Перекрыта какая улица? Часть Никитского. Да. До Арбата полностью стоят грузовики, на Тверской в ряд стоят куча бульдозеров, в районе 15 крытых машин, милиция или ВВ. Потом Страстной бульвар перекрыт тоже. Да, в районе 10 больших автобусов с ОМОНом плюс классики с ОМОНом и мелкие машины. Но самое главное, что, как вы говорите, 11 тысяч, а на 11 тысяч это невозможное количество для того, чтобы начать раскрутку. Спасибо, ребят. Итак, наступает момент истины, момент истины, во время которого вот я там предлагаю всем 23-му числу собрать крупный митинг по-настоящему в сути времени, но я понимаю, что я могу предложить сегодня в сути времени все, что угодно. Любая политическая организация в России собирает максимум 4 тысячи человек. Это вы должны понять. 4-5 тысяч. Единая Россия не собирает больше 4-5 тысяч. Все остальное может собрать либо административная вертикаль, либо широчайшая коалиция групп. Широчайшая. Это главный принцип текущего момента. Без широчайшей коалиции не собирается критическая масса. Ко мне подходят мои друзья, которых я давно агитировал за создание антиоранжевого комитета, в основном из бизнеса. Говорят, мы готовы, если вы не будете никого отталкивать от Дугина, там, я не знаю, до каких-нибудь там провластных групп. Митинг будет целиком антиоранжевый, а там не будет ни одного представителя власти на трибуне, но он должен быть широкий, согласны вы или нет. Я понимаю, что суть времени соберет, ну, даже напрягаясь, ну, 10 тысяч, ну, не 150. Понимаете? Одна организация не может сделать больше. То, что суть времени собрала в итоге на ВДНХ, это честь и хвала. Это был замечательный митинг, и я предлагаю всем присутствующим заняться, ну, показом этого митинга во всех левых силах по всей стране. Организуя там кинопросмотры или что-нибудь еще, малые просмотры по телевизору в небольших залах с комментариями. Это замечательное событие, но это не 150 тысяч, вы понимаете, да? Значит, мы соглашаемся на широкий митинг, я опять обращаюсь к Дзюганову, и главное, что от него ждут, это обещание прийти и открыть митинг. Происходит проверка, придет ли он, разрешат ли ему, будет ли он первым и так далее. Наконец, становится ясно, что Казюганов может открыть антиоранжевый митинг на Поклонной горе. Он может прийти туда первым, он будет выступать первым, я предоставлю ему первым слово, и с этого момента этот митинг станет его. Он станет началом, его стартом, его решающей стадии президентской кампании. И на это все готовы. Казюганов знает это и подтвердил это публично. Он может сделать этот шаг. Незадолго до начала митинга, не помню, сколько, да, мне сообщают, что Казюганов отказывается, когда я вылупил глаза, спрашиваю, почему, мне говорят, он сказал, что у него болит горло. Я выступал на этом митинге, будучи вдрызг больным, да, в конце митинга болезнь прошла от стресса. Мы оказываемся в совершенно другой ситуации. С этого момента он сокрушительно начинает терять очки. Да. Да. Пушкинская пропускает свободно, без символики, отдельные команды, которые идут в сторону Кремля. Те, кто пытаются использовать символики, сразу достаточно грамотно отсекаются от основной толпы. Чуть-чуть, я не до конца слышу. Те, которые идут с символикой, либо с фаерами, отсекаются от толпы и очень грамотно становятся свинченными. Да. Задерживаются. В толпе, основной которой на пушке работают Чирикова, Удальцов и Навальный. Они обратились через твиттерные сети с призывом, что они никуда не уйдут, ждут людей, обратились с призывом, чтобы везли теплые вещи, они собираются когтиться там. Частично это как бы группа, порядка тысячи, полутора, тысячи человек там локализована, основные усиления снимаются. Как бы на подходе к манежке рассеивается толпа по четырем основным направлениям и в принципе довольно-таки грамотно в общем-то там трудно будет создать какой-то ударно-прорывной кулак. Точка. Ну и что прогнозируете? Еще раз. Что? Как вам самому видится дальнейшее? Ну, эти ребята будут упираться, но они просто сохраняют хорошую мину при плохой игре. То есть они не подготовлены сейчас к импортации? А просачивающиеся не собираются столкнуться с молодой гвардией? Возможно, такие как бы группировки есть, но те, которые были агрессивно, которых можно было опознать агрессивно по мере движения, они были вычленены из общей толпы и рассеяны. Остальная часть нацистского подполья, которая грозилась присоединиться к этому, она не в игре? Внимание, значит, по нацистам через твиттерную сеть обращение кодовое слово, обращение именно по правым так называемым имперцам, но это понятно, что это надо, в том, что округа остальные не прикрыты, ваш выход, мы за партизанские действия. То есть они рассеиваются по периферийным округам? так точно. Спасибо. Есть еще? Да, пожалуйста. В порядке новости. Интерфакс подвесил сообщение о том, что официально Вашингтон заявил о готовности развивать сотрудничество с Владимиром Путиным, победившим на выборах президента РФ. Это кто сообщил? По информации Интерфакса, представитель Госдепартамента США заявил, что США готовы сотрудничать с Вэб Путиным. Мы ждем поздравления Обамы. Будет оно или нет. От этого все зависит, как будет все дальше развиваться. Короче, на следующий день после поклонной ситуация оказалась переломанной. Они, не ожидая этого, рухнули на третье место. Начался дикий крик, и я до сих пор не понимаю, как можно, мне плевать на себя, меня обвиняли во всем на свете всю жизнь, но как можно обвинять суть времени в чем-нибудь, и почему не надо обвинять себя, а надо обвинять других. Человеку предлагали выйти, перехватить волну антиоранжевую, взять ее самому и идти к власти. Он отказался. Дальше происходят все цирки с овчак и так далее, а на выходе всего этого дела, чтобы добить партию, добить все до конца. Происходит объятие с Удальцовым, который заявляет, что мечта его жизни это продление на два года президентского срока Дмитрия Медведева. Теперь опять объясняю, что, поскольку Дмитрий Медведев, все-таки его комиссия занималась десталинизацией и десоветизацией, то это значит, что партию объявляют нацистской. Единственное, что остается, это некая группа леваков, которые уходят в еврокоммунизм или в какой-нибудь вариант типа молдавского и греческого. Всех остальных объявляют просто незаконными силами и начинаются новые выборы. И Караганов прямо сказал, что двухлетний срок нам нужен для деноцификации и десоветизации. Удальцов в любом случае заявляет вдруг о том, а он сейчас ближайший к Зюганову человек, что цель заключается не в том, чтобы привести к власти Зюганова, а в том, чтобы продлить на два года полномочия Медведева. Игра оказывается открытой. С этого момента информация в стране распространяется быстро, возникает волна недоумений. Сумма неприхода на поклонную, участие в оранжевых делах, объявления потом этих всех оранжевых по Садовому кольцу стоят наши сторонники, они кольцо, говорится, по Садовому кольцу стоят наши сторонники, вот это удальцовская суперфин, все это вместе, постепенно меняет, меняет, забирает по 2-3%, а партия вместо того, чтобы бороться за власть, за победу Зюганова и так далее, имеет одну цель, с которой она должна бояться, бороться это Кургинян. Больше никакой цели нет. Я не иду на выборы, со мной можно потом побороться. Почему сейчас? Теперь с Путиным, начиная с момента, когда Путин сказал, что он антиоранжевый, а все остальные начали аранжироваться, Жириновский с галстуком своим оранжевым, Миронов с белой ленточкой, Зюганов с Сюшей Собчак, Прохоров всеми возможными способами, с 38% которые были у Путина, начался рост за 60%, с 38% под 60%, а я не видел такого, это говорит о том, что такое народ русский на сегодняшний момент, что все понимают, что ладно, потом разберемся, та политика другая, хорошая, плохая, ну вот просто так страну иноземцам не отдадим, начался рост с 38% до 60%, я не знаю избирательных компаний в мире, которые так происходили, и теперь все говорят, что это сделали две силы, сами оранжоиды, которые объявили вот эту отвратительную войну и показали свои рожи, и другие конкуренты Путина, которые все присягнули оранжоидам, мировая пресса пишет, у Путина два главных поддерживающих центра, это высокие цены на нефть и плохие конкуренты, теперь о том, честное оно или нечестное, я продолжал выполнять вот этот карик, все, что мы сказали, опять-таки, опять рассказываю, мы обратились ко всем оппозиционным движениям с предложением подписать договор о легитимности выборов, договор о легитимности, как выборы будут признаны легитимными, давайте назовем самые жесткие условия, давайте контролировать как угодно жестко, но когда будет окончательный результат, его надо будет признать. Это услышал Эрнст, руководитель первого канала, и первый канал начал некоторую композицию, которую я, естественно, не мог начать, кто я такой для Парфенова, ненавистная фигура. Меня зовут на передачу Гордон, гражданин Гордон, и я вдруг вижу, стоит Жириновский, этот самый Прохоров, Миронов, Парфенов, а также Парфенов и я с моими коллегами. Вот представители двух враждующих лагерей, они согласны или нет вместе подписать договор о перегативности. Парфенов говорит, согласен. Гордон просит, поднимите руку, Парфенов поднимает руку, мы тоже поднимаем руку, и кандидаты в президенты, кроме ушедшего Жириновского, поднимают руки. Это происходит, я не помню точно день, там четверг, в четверг, неважно, в четверг, в четверг, ночью в четверг я улетаю в Новосибирск открывать выставку. В пятницу я провожу в Новосибирске, в субботу переезжаю в Новокузнецк. В пятницу вечером, в условиях, когда в пять часов вечера мы подали Парфенову первый черновик этого переговорного документа, в пятницу вечером звонит газета коммерсант и говорит, что в субботу выйдет номер, в котором будет разгромлен это сама идея легитимности выборов. Как можно разгромить идею легитимности выборов? Как можно разгромить идею общественного договора и говорить, что ты либерал? Но главное, как можно за три часа 17 до 20 переверстать номер? какая могучая сила должна быть включена для того, чтобы за три часа переверстать номер? И какими непорядочными людьми надо быть, чтобы первые черновики соглашений, благородного соглашения о легитимности, в котором каждый вносит свои пункты, свои условия, общественный договор, идея, вносите любые пункты, чтобы это торпедировать в условиях, когда есть первый черновик. Статья в Коммерсанте выходит, в ней оболгано все, и совершенно ясно, что поскольку передача выйдет в воскресенье, Гордона, и все увидят поднятые руки, то эта ложь будет компрометировать одного человека, Коммерсанта, его руководителей, и больше никого. Значит, это было колоссальное давление на канал, чтобы канал не выпустил передачу. Канал выпустил передачу. На следующий день давление стало запредельным. Оно было отбито во вторник, и было сказано, что договор будет подписан в четверг, а в среду с высочайшего либерального уровня было разгромлено соглашение, и Лиге избирателей было сказано, не сметь это подписывать. Вы думаете, что это нравится Кремлю, а нам это не нравится. И сказано, это было либеральным крылом Кремля. Стало ясно, что нелегитимность нужна вообще. Одновременно с этим, круглый стол 12 декабря заявил, что он ничто не признает легитимным. Любые самые прозрачные выборы. Паркенов с тоской вышел из соглашения. Все вступило в новую фазу. Запахло кровью и эксцессом. Очень сильный запах. В этот момент мы сидели и занимались только одним. Мы занимались тем, что следили за чистотой выборов. Я должен вам доложить, что сделали группы наших наблюдателей, в которых ходили многие тысячи людей, ибо все же люди по цепи переговаривались друг с другом. И группа тех, кто собирал информацию, в которую входили сотни людей. Мы собрали и расклассифицировали все претензии всех, кто наблюдал за выборами. Американская организация «Голос», радио «Эхо Москвы», Григория Явлинского, партии «Правое дело», Геннадия Зюганова. Мы собрали весь массив претензий, весь, после умеренной, очень умеренной обработки этого массива, когда отсеивались только заявления по принципу «Выборы нелегитимны на данном избирательном участке, потому что там узкие коридоры, грязный пол». Вот когда такие вещи говорились, это отсеивалось. Все остальное было нами признано, понимаете, не анализировалось по различным видам, а было признано. Мы сказали, если есть хоть одно замечание принципиального типа на одном из участков, мы этот участок вычеркиваем. Это называется принцип максимальной верхней грани. Вот сколько могут составлять максимальные претензии, да? Вот если есть некий идеальный суд, то он все равно часть претензий удовлетворит, нет. А вот если удовлетворить 100% претензий всех, кто говорит, что выборы были нечестными, сколько будет претензий реально? Выяснилось, что это 495 участковых избирательных комиссий. 495. Может быть, сейчас мы еще 5-6 добавим. А их 95 тысяч. И максимальный уровень коррекции в случае, если приняты все претензии, составляет 0,4%. Я же не говорю, что не было махинаций где-нибудь внутри этих участков и всего прочего. Но через два дня будут выложены 95 тысяч участковых избирательных протоколов, подписанных администрационными партиями. Все их просуммируют, и будет ясно, что разница составляет полпроцента. Да. Говорите. Тверской, говорите. Добрый вечер. Я прошу прощения за некоторую заминку. Наша группа присутствовала на площади революции Манежной и Тверской. Приблизительно в 9 часов вечера Тверскую перекрыли в том месте, где она втекает в Пушкинскую площадь. И вот где-то спустя минут 10 после этого на углу около дома 16 по-моему галереи артиста, если я не ошибаюсь, образовалась такая объемная куча омона в полном обмородировании щитках и так далее. Раздались какие-то крики, причем в основном женские сначала. Виск такой достаточно истеричный, потом скандирование какое-то. после этого там что-то случилось, я просто не мог видеть, что там произошло, все было оцеплено, я стоял где-то в метрах 15 оттуда. Произошло что-то, я не могу сказать точно, что, просто очень много рук со всякого рода фотосъемкой, сразу там стало что-то снимать, через несколько секунд подъехало сначала два пазика, потом еще три и стали грузить туда людей. В основном это были ну ребята лет 20-25. Они сопротивлялись, дергались, вот, но я не заметил ни малейшего признака того, что ОМОН действовал жестоко, вернее жестко. этого не было, он как бы насколько это может быть аккуратно в данной ситуации грузил их в пазики, там раздавались какие-то крики, кто-то пытался что-то фотографировать, но это все перебивал голос из громкоговорителя, где там какой-то полковник говорит, что, мол, граждане, не поддавайтесь на провокации, следуйте к метро и объяснял, как туда пройти. На мой взгляд, там эта провокация не была масштабной, но она была. И женщина, которая, я не понял, как, она шла, видимо, не с митинга, но проходила мимо, и она просто ко мне подошла и сказала, что лучше туда не ходить, и молодежь разбушевалась. Вот так она сказала. Это человек 25, сколько их было молодежи? А, понимаете, это происходило за спинами ОМОНа, но погрузили, сколько, я видел, человек где-то дюжина, может быть, 15 человек. Понятно, спасибо. Спасибо. Значит, совершенно ясно, совершенно ясно, что будут даны абсолютные доказательства того, что в выборах не было всего того, в чем их обвиняли, вот шли по следу парламентских, что не было подлогов, что не было грубейших массовых фальсификаций, а что там было на участковых избирательных комиссиях, это отдельный вопрос, ибо закон политики гласит, если протокол подписан оппозиционными партиями, все. В противном случае есть дополнение к протоколу, который говорит о том, что данный участок недействителен или он проблемен. Тогда можно поднять верхнюю грань. На сегодняшний день верхняя грань 0,4-0,5%. Они все понимают, что победа состоялась. Эта победа состоялась потому, что Зюганов согласился на переход с коммуно-патриотического поля на коммуно-оранжевое, и на этом поле его похоронили как политическую фигуру. Как бы дальше не развивался процесс, как бы он не был силен в оранжевую сторону, он там тонет уже, понимаете? Ну, предположим, что он там присоединяется, а как видите, он не присоединился, он не пришел мерзнуть в эту сотню людей, да, или тысячу, которые там остановились. Уже есть одно оранжевое море, там уже нет коммунистов, там нет кандидатов президента, все выбыло, протесты будут идти уже по поводу легитимности всего в целом, по поводу того, что не было других кандидатов, по поводу того, что не так было распределено время, они не будут по поводу победы Зюганова, все кончено. Это результат фантастической деятельности последнего периода. Я наблюдал 96-й год, я никогда не был в восторге от партии, но я никогда не считал, что партия с этим лицом, тут Зюганов, вот такой, как он есть, каким я его знал, такой вполне осадистый, хитроватый, матерый, осторожный человек, очевидно, кому на патриотической репутации повернется и вдруг делает этот оранжевый маневр. Ну, не важно оранжевый, либеральный. Это сокрушительный маневр. Почитайте обращение штаба КПРФ перед выборами к гражданам, граждане, мы все сделаем, Зюганов будет переходным президентом, будут либеральные реформы, будет еще что-то. Что это все такое? В газете «Правда». Либеральный электорат не читает газету «Правда», газету «Правда» читает коммунистический электорат. Таким образом, все, что сейчас произошло, является для меня горькой, горькой трагедией, а вовсе не великим праздником души. Да, мы сумели отстоять национальную независимость. Впервые в России оранжизм получил полноценный отпор. Я могу сказать, что в очень каком-то специфическом смысле, специфическом, глобальный оранжизм оказался разгромлен под Москвою так же, как когда-то оказались разгромлены фашисты. Никаких прямых параллелей нельзя проводить. Там это была великая победа, купленная огромной кровью, а здесь это пока что частное событие. У нас есть любители проводить прямые параллели. Но поймите, оранжизм триумфально шел по миру, по Тунису, Египту, Ливии, Сирии, везде. В момент, когда он пришел в Москву, все капитулировали почти. Я говорю вам, там стояли люди, накормленные этим Кремлем, вот так вот бились голову, голову стенку и говорили абзац, абзац, все кончено. Шла паника, как в октябре 41-го. И вдруг он оказался отбит. Конечно, я горжусь этим. Конечно, я горжусь своим народом, который показал американцам, что это не те народы пока что, которые они вскрывают как консервным ножом. Я горжусь этим. Но мне безумно горько, что левые упустили свой исторический шанс. Мне безумно горько. Вы вернетесь в разные города. Я прошу вас, достучитесь до умов и сердец наших коммунистических групп. Берегите, щадите и помогайте всему здоровому и патриотическому, что там есть. Объясняйте людям. Не позорьте их. Не плещите их по щекам. Объясняйте им на деле, что произошло. Это будет трудно. Это не получится с первого раза. Будьте терпеливыми. Это нужно сделать. Нам нужно спасти левопатриотическое движение в стране. Еще не вечер. Процессы не кончены. Борьба только начинается. Россия не имеет права остаться без коммунопатриотического левопатриотического нового движения. И так случилось, что на сегодняшний день его в стране представляете вы. Вы представляете. готовы ли вы поддержать по-прежнему именно эту линию, которой русский великий мессианский дух и коммунистическая идея соединены вместе? Если да, поднимите руки. Хорошо. Мы идем этим путем. Теперь следующее. Давайте обсудим процессы под практическим углом зрения. У нас осталось не так много времени. Мы считали, когда собирали вас, что уже сегодня в Москве прольется кровь. Она не пролилась. Она пока что не пролилась. Ребята, я вам говорю, у меня есть опыт существования в горячих точках. Я два дня назад, говоря с профессионалами, спрашиваю, а если они протащат оружие на Пушкинске, если они протащат туда штук сто стволов или больше, что будет? Они отвечали сейчас, я вижу руки, они отвечали, если это произойдет, значит, милиция перестала работать, значит, имеет место провокация сверху. Мы убедились, что милиция работает. Мы убедились, что пока что в центре города ни ста, ни десяти стволов нет. Я имел в виду такое развитие событий. Планировался прорыв с Пушкинской и столкновение с людьми, которые будут находиться на манеже. Мы не могли находиться рядом. Понимаете ли вы в существенной части почему понимаете ли вы в существенной части почему Марк, я вас очень уважаю, но кричать оттуда вы не будете. Понимаете ли вы в существенной части почему мы не хотели, чтобы вы находились сейчас где-нибудь в районе площади революции или Манежки. Потому что если там начинается столкновение, дело не в том, что мы считаем, что вы не можете в нем участвовать, хотя я считаю, что наша задача чисто миротворческая. дело заключается в том, что политически вы оказываетесь вбиты в одну силу навсегда. То есть впечатаны туда в матрицу. Понимаете, да? Все. Вы встали на одну сторону. Этого не должно произойти. Стране нужна третья и новая сила. Стране нужна сила, которая будет организовывать национальное примирение. Этой силой должны быть вы просто потому, что больше некому. Все остальные втянуты в эту ситуацию. Поэтому мы здесь. Когда я понял, что ситуация разворачивается в долгую, я понял, что надо сделать заседание в этом зале, потому что стоять так на морозе нельзя. А здесь вы потому, что не надо было быть там. Понимаете? Мерзавцы начали орать, что вы все затачиваете саперные лопатки и что вы собираетесь как главный отряд Путин-Югенда истреблять противников. Вот поэтому я хотел, чтобы вы были здесь, в этом замечательном театре, в этом замечательном культурном здании, где мы сейчас обсуждаем наше будущее. За вами некое политическое будущее страны. Большинство из вас, подавляющее большинство, молодые. Запомните, что если когда-нибудь кто-нибудь в этой ситуации будет толкать к какому-нибудь экстремизму, то тот потолкает негодяй и провокатов. Никакого экстремизма, тени экстремизма, запаха экстремизма быть не должно. Если вы хотите развиваться дальше и иметь перспективу в будущем страны, может быть только так. Теперь, как события могут развиваться? Если даже сегодня они кончатся плохо, а у меня есть чем рисовать, может быть три варианта развития событий. Первый вариант развития событий. Все рассосется. Вот они поколготятся, ОМОН их заберет, тут же выпустят, еще раз заберет, еще раз выпустят, и на этом все кончится. Тогда это кончится на срок от двух недель до полутора месяцев. Запомните, пожалуйста, запомните, пожалуйста, американцы не могут позволить состояться фиаско оранжевого проекта в России. Они не могут это позволить делать. Во-первых, потому, что то, что произошло сейчас, с этой точки зрения, я говорю, это праздник со слезами на глазах. Праздник в том, что мы дали первыми отпор оранжизму. Смотрите, дали первыми ни одна капля крови, слава богу, пока что не приливалась, в ходе выборов не приливалась. Все оказались чисто в ситуации мира и гражданской дискуссии. Они нагнетали, нагнетали, нагнетали и догнетались до прямо противоположного. Они понимают, что им не дали щелчок, им просто в рожу врезали со всей силы. Американский империализм держится своей репутацией в мире. Имидж это все, бренд это все, они должны поддержать бренд. Кроме того, говорю то, что знаю как специалист, Анбаме нужен спектакль под выборами. Где будут проводиться спектакли? Где? В Иране? При условии, когда Россия против этого не может быть. в Сирии там плохо, там ситуация плохая, но это маленький спектакль. Кроме того, там под боку соседнее государство и сильно там заниматься театром никто не позволит. Брызги могут полететь не в ту сторону. Значит, таким образом у них нет точки кроме России. И Россия показала им Кузькину мать. Она первой оказалась невскрытой банкой. Грузинскую вскрыли, украинскую вскрыли на раз, сербскую вскрыли любимых моих сербов, как детей. Через поддержку патриарха, через все вскрыли. А и России нет. Вот говорят Шехилая, все слабое, все какое угодно, а ведь не вскрыли. Значит, нам удалось много, и это праздник. А со слезами на глазах, потому что он стал фиаско левого движения, участвовавшего в выборах. Он стал электоральным фиаско, имея под 80% людей, которые за советские ценности иметь 17 на выборах, это значит, что все люди, у кого советские ценности, пошли и проголосовали за Путина. Так ведь? А как? А за кого-то они голосовали? Это стало фиаско идеологическим, вот этот лево-маневр либеральный, страшный, он будет иметь огромные последствия для коммунистического движения, катастрофические последствия. И это, конечно, со слезами на глазах. Теперь, как все будет развиваться? Первое, что это сейчас временно рассосется. Другой момент. У нас вот здесь вот есть некий интервал от двух недель до двух месяцев. им надо воспользоваться. Второе, что они создадут сегодня точку эксцесса. Но тем не менее будет эксцесс. И они начнут его раскручивать. Они его раскручивают под крикмассу. под некий митинг, впечатленный неким ужасом, под который они хотят собрать, не знаю, 250 тысяч и сказать, что их 500. 250 это гигантское. В этом случае все, что можно будет сделать, если они сумеют это раскрутить, а я сомневаюсь в этом, что они сумеют это сейчас. Понимаете? Я говорю, для этого нужен был, я не знаю, совсем что-то страшное. Звериный оскал системы. Ну такой, ну очевидный. То, что ОМОН берет, сажает машину, да, ну это, на это не тянет. У них нет импульса под раскрутку. Если же все-таки они раскрутят, то придется собирать альтернативную крикмассу. На митинге в Москве вы знаете, что суть времени собрала 4 тысячи, да? Зачем мне лгать так, как это делают все остальные, да? Я пересчитал снимок панорамной пики не такой хороший, к концу там 3, а вначале посчитали, кто-то говорит 5, я предпочитаю сказать 4. суть времени может быть собрать в 5 раз больше, 20, но она не соберет 500 и 250. Придется пойти на широкую коалицию. Если ситуация будет двигаться в критическую сторону, то придется пойти на широкую коалицию. Надо будет объявить 50, 100 организаций, хоругвеносцы, еще другие, нужно будет объявить широкую антиоранжевую коалицию. Если они начнут собирать массу под подавление всего, под реванш оранжевый, это придется сделать. В этом случае мы призываем всех, кто сможет создавать дееспособные эпитеты, если это Москва, мобилизовывать участников для приезда сюда из провинции. Я надеюсь, что всего этого не будет. Я знаю, что все измотаны. И как, наверное, догадываетесь, я сам не меньше вас. Но если это начнется, нужна будет крит масса, и мы ее можем собрать только вместе. Наконец возникает третий, и я должен его рассмотреть, самый неблагоприятный сценарий. Это Майдан. Майдан. это начало Майдан. Зачем делается Майдан? Объясняю вам как специалист, а не как политик. Майдан делается для того, чтобы стянуть критическую массу. А они начинают, вижу уже две руки, стягивать людей, стягивать их вместе. И тут надо сказать горькую правду. Социальная база для стягивания людей в Москве есть. Она есть. Здесь можно стянуть крит массу. И они могут попытаться банковать в смысле Майдана. А это сурово. В этом случае усил, которые не сдадутся Майдану и доминует нас чаша сият, есть одна возможность. Народно-патриотический поход на Москву. Мирное гражданское стягивание общенациональных сил. Модель Минина и Пожарского, которую взял Кремль когда-то как очень декоративную для празднования 4 ноября, становится актуальным с момента, когда они раскручивают Майдан, когда возникает худший из возможных сценариев. Он может возникнуть только если административная система будет парализована. Юра, что? Юра, Дайте дослушать. Удальцов, Навальный, кто еще? это неважно, да, это у нас есть время, если зверства таковы, если не убиты дети, не раздавленные старушки, не произошло массовой давки, зачем говорить, я видел это. Вы извините, я хотел бы, чтобы в России этого не было, все-таки очень просвещенный и нормальный народ, да, но вы должны знать, что в Средней Азии давки при наличии милиционеров, которые существовали в толпах, милиционеры не успевали воспользоваться табельным оружием, их просто физически рвали на часть, физически, это надо знать, что такое давка и что такое толпа. Вообще все эти фокусы хотелось бы закончить, потому что 100 тысяч в Москве это войсковая группировка, развернутая по эшелонам, это не дивизия и не армия, и в подобных родах играх всегда можно нарваться на все, что угодно, но я снова говорю, наши задачи совершенно другие, это наши ответы на них, если они рассосались, то мы действуем по нашему плану, если они там через две или три недели что-то делают, возвращаются, если они начинают просто сбор массы одномоментных в каком-то месте, законный гражданский митинг, на него надо ответить митингом подавляющей численности, и нужна широкая калица. А вот если они начинают Майдан, все становится совсем мрачным. Но они могут его начать только если система парализована. Пока что, как мы видим, она не парализована. Из какого ляду ей сейчас быть парализованной, я не понимаю. Я, во-первых, не вижу ни одного симптома, во-вторых, эти 63% весьма убедительны, и, в-третьих, я просто вижу, что она не парализована. Тогда Майдана не будет. Она его не может допустить. Она не может допустить палаток. Если сегодня ночью встанут палатки, это значит системы нет. Но она не может их допустить, потому что все понимают. Четвертый вариант, которого мы ждали, это захват административных зданий, о нем тоже говорили. Вот примерно подо что мы собирали здесь людей, не зная точно, как будут разворачиваться события. Но зная точно, что нам надо поговорить всерьез. Теперь я скажу вам в целом о ситуации, потому что это очень важно. На сегодняшний день в стране есть три макросоциальные группы. Мы относимся к третьей. Но перед тем, как говорить об этой группе, я считаю нужным обсудить две первые. Потому что сейчас начнется борьба между ними. Еще раз подчеркну, что мы не являемся участниками этой борьбы. Никогда не надо прельщаться тем, что говорит противник, что мы там главная опричина и все прочее. Это не так, это не будет так, это не должно быть так. Так вот, есть две группы, к которым мы отношения не имеем. первые, это те, кто поддержал Путина в критический момент, ну скажем, решительно и безоглядно, ну например, как это сделал Леонтий. Я называю его, потому что можно назвать и других, но просто он известный человек, вот чтобы было понятно о чем речь, не вообще, а чисто конкретно. Такая группа, как ее ни назови, консервативная, национально-буржуазная, правонационалистическая, оставляет за элементами возможность говорить все, что они хотят. Но она показала, что способна на риск, она взяла на себя ответственность, у нее есть высокая трудоспособность, консолидация, у нее есть требования, она лояльна до предела, но на уровне этой лояльности она тем не менее не будет говорить на языке политического давления, но она будет говорить, и что расплеваться с ней Путин не может, это надо понимать. Ну, еще не вечер, понимаете, события могут разворачиваться завтра, послезавтра, когда угодно, еще не вечер. Интересами и требованиями этой группы пренебрегать Путин не сможет. Если он будет пренебрегать, у нее исчезнет политический драйв, так не раз бывало в истории, группы, которыми пренебрегают, они не переходят к конфронтации, но они просто снижают политическую активность, и это очень опасно для Путина. Группы такие не безропотный механизм, а они группа людей с определенными понятиями интересов. Вторая группа, к которой мы тем более не имеем никакого отношения, это группа, которая осуществляла антипутинские действия или их поддерживала. И у нее свои требования к Путину, причем в отличие от первой, она вполне может говорить на языке ультиматума. Это широкая группа, включающая как Навального и Дальцова, несистемных оппозиционеров Немцова и Рыжкова, Каспарова, Касьянова, так и лиц приближенных к власти, как Ксения Собчак, как Евгений Гантмахер, как Юргенс и как другие. В отличие от первой группы, вторая способна говорить на языке ультиматума. Мол, если вы нам не поддержите требования нашего креативного класса, то будет очень плохо. Поддержите требования, мы как-то смиримся, а не поддерживайте Куку Гриня. У этих двух групп два разных списка требований. И эти списки требований не пересекаются. Я анализировал эти требования. Они как два множества, да? Вот одно множество это группа номер один, а вот второе группа номер два. А бывает вот так, что группы пересекаются, у них есть общие требования. Здесь общих требований уже нет. Группы окончательно разошлись. И совершенно неясно, какую стратегию выберет Владимир Путин. Сдвинется ли он окончательно в сторону проявившей ему верность первой группы? Начнет ли он между ними балансировать? Или он начнет покупать своими уступками лояльность второй группы, считая, что первая находится у него в кармане в любом случае? Так власть уже много раз делала. Никто не может дать ответ на этот вопрос, потому что ответа нет у самого Путина. В ближайшие месяцы его политика будет носить ситуативный характер, но рано или поздно ему придется сделать выбор. Поведав об этих двух макросоциальных группах, в которые мы, подчеркиваю, опять не входим, начинаю обсуждать политическую поведение той третьей группы, к которой мы третья группа поддержала не Путина. Конечно, ей в каком-то смысле ближе консервативная ориентация первой группы, а не либеральная ориентация второй, тем более, что вторая десталинизирует и дозавитизирует страну. Но по ряду причин она считает для себя невозможным солидаризоваться даже со списком требований, выдвигаемых консервативной группой. Она не считает это возможным, хотя бы потому, что ей чужда консервативная национально-буржуазная модель, она противоречит ее социалистическим и коммунистическим ценностям. Но если бы дело было только в этом, дело гораздо глубже. И я хотел бы что-то вам по этому поводу сказать, потому что на самом деле по большому счету важно только это. Что такое суверенитет в концепции Путина и чем это отличается от десуверенизации в концепции Собчак? Путин считает, что суверенитет должен быть, но это национально-буржуазный суверенитет, суть которого в том, что есть огромный глобальный дом, а в этом огромном глобальном доме есть квартиры очень плохие в подвале и хорошие на приличных этажах, затемненные и освещенные. И задача национально-буржуазной элиты бороться за то, чтобы народ находился в хорошем доме, то есть в хорошей квартире этого дома. Не в плохой, а в хорошем. все эти компании, которые вижу год последний, если бы я не знал твердо, что в глобальном доме, который построен и который достраивается, в России нет места. Она там лишняя, ей там нет места в подвале, ей там нет места на первом этаже или на последнем. Никакого места ей нет. Разговор идет о ее расчленении и о том, что она должна как лишняя страна исчезнуть с карты, с катастрофическими для народа последствиями. Поэтому концепция локального национально-буржуазного суверенитета не отвечает содержанию мировой политики. Этому содержанию отвечает только концепция мессианского суверенитета, то есть концепция суверенитета, при котором Россия говорит, что она строит и готова строить вместе с другими альтернативный глобальный дом, что этот глобальный дом она называет адом, человейником, миром расчеловечивания людей, и что она готова предложить другую модель глобального дома в 21-м столетии. Вчера на передаче Первого канала в прямом эфире к ужасу для собравшихся я сказал, что 20-летие отказа России от выполнения мессианской миссии, то есть миссии строительства альтернативного глобального дома по русским чертежам, это 20-летие заканчивается. Оно закончилось, закончилось 20-летие национального унижения, закончилось 20-летие, в течение которого русских шпаняли за каждую мелочь советского коммунистического периода, именно этот период и был мессианским, когда мы строили другой дом, другой глобальный дом не только для себя, а для человечества, что новая эпоха является эпохой восстановления самой этой мессианской идеи России, то есть идеи права России предлагать миру, а мессианство значит только это, новые чертежи нового глобального дома, новые модели развития в 21 веке, потому что эти исчерпаны. и организация суть времени уже не маленькая и готовая расширяться, говорит о том, что она стоит на позициях мессианского глобального суверенитета России, а не национального, локального. Поддерживаем ли мы такую позицию? Прошу проголосовать. Следующий вопрос. Духовные и ценностные модели. Понимаете, в чем заключалось все 20-летие? Исходя из этой модели суверенитета, дальше говорилось так. Слушайте, ну мы живем в глобальном мире, а в глобальном мире формируются ублюдки, а ублюдки тянутся к штатам и у них есть свои кумиры. Давайте мы создадим местных ублюдков, а наши потянутся к ним, а ублюдки будут работать как бы по американским моделям, но в нужный электоральный момент мы ублюдков этих проплатим и они поведут на выборы туда, куда надо наших ублюдков. А что делать? Глобального суверенитета у нас не будет, у нас будет локальность, значит нам надо приспосабливаться. Миллиарды долларов были вложены в эту идею, в эту идею. У нас вот здесь мы видим замечательный национальный театр, в нем Зельди и так далее, но миллиарды это не в это вложены, хотя и кресло хорошее, и тепло, можно поздравить коллег. Понятно, да? Миллиарды вложены Федю Бандарчука, Ксюшу Собчак, вложены вот в эти неценностные, недуховные, особи, которые должны притянуть к себе местных ублюдков, чтобы их не притягивали к себе американцы, в соответствии с этой концепцией суверенитета. Что теперь произошло? Все местные особи тут же сдали Путина и потянулись к американцам. Это это же феномен болотный. Значит, либо мы говорим, мы не будем здесь потакать тому, что является вот этим антиценностным субстратом. Мы заявляем, что мы сумеем сформировать у себя модели и человека с высокой духовностью, с высокой верой в идеальное, с высокими ценностями. Мы переломим эту саму ублюдочную модель. Мы не будем потакать расчеловечиванию. Мы создадим новые модели, новую культуру, новую высокую ценностную среду, новую духовность и продемонстрируем ее миру как главное оружие России в 21 столетии. Третий принцип. Видение судьбы межбуржуазного миропорядка вообще. Все говорили, что буржуазия нет ей альтернатив. У нас буржуазия стала криминально-буржуазным субстратом, который не продемонстрировал ничего созидательного за 20 лет. Они говорят, что у них там 600 каких-то предприятий, которые куда-то растут. Я говорю, ногти тоже растут. И что? Говорят, что они даже у трупа растут. Где страна? Где крупы, тисаные, форды? Как можно строить капитализм без капиталистов? Где люди готовы считать свою страну великой, которые готовы способствовать этому величию, которые понимают, что их капитализация есть это величие, а не их виллы в Ницце. Или даже где-нибудь тут под Москвой. Это уже не важно. где эти группы, где эти силы изначально строили капитализм буржуазным, достроились до монстра, который пожирает все. Это первый процесс. Второй процесс февральский. Россия не буржуазная страна. В феврале буржуазия была лучше 17-го года, но она все проиграла. Все проиграла в отличие от французской и английской буржуазии. Нет решительности, нет государства строительного чувства, нет политической воли, нет понимания невещественного. И третий процесс это крах буржуазного порядка в мире. Об этом говорят все. Мы должны раз и навсегда сказать, что буржуазные утопии в России прекращаются, что нам придется осваивать другие передовые модели меритократические, посткапиталистические, модели общества знаний. Черт возьми этих креативных классов, настоящих, а не фиктивных. Но только не эту модель. Буржуазная модель продемонстрировала за 20 лет свою бесперспективность. Пусть попробуют еще за год-полтора-два что-то сделать, сформировать какой-то класс и предъявить какую-то стратегию. Но ведь нету этого. А даже если они это сделают, но мы правы в том, что касается глобального миропорядка и ценностей. То это что, построение капитализма в отдельно взятой стране? А это возможно? Я считаю, что это абсолютно невозможно. Поэтому третье расхождение заключается в том, что одни считают буржуазный миропорядок райским, безусловным и, как крайней мере, безальтернативным, а мы заявляем, что для России это исчерпанный 20-летний проект, которому мы должны искать прогрессивные передовые альтернативы, ориентируясь на свой исторический опыт. И ничего другого быть не может. Четвертый принцип. Только вчера я понял, почему страна проголосовала за Путина. Только вчера. Ничего не понимал. Вот все эти разговоры там, карусель, не карусель, все это какая-то писи-сиротки хасик, так говорят. Значит, это все не про то. Я вчера прихожу на Первый канал, там стоит элита сгусток. А я все время, вот последний особенно, очень много времени провожу вот в такой среде, который сейчас сидит в зале, и я уже забыл, как это выглядит. А они там все. Кто его мочил? Кто против него вонял? Кто его облизил? Все там и все колготятся. И я иду, и меня вдруг какая-то волна отбрасывает назад. Я даже не понимаю, что за волна. Я войти туда не могу. Понимаете? потом он более-менее декоративно, мне даже кажется, что не слишком декоративно, стал обращаться к рабочим и инженерам этого вагонстроительного тагильского завода и говорить им такое большое спасибо, что вы там что-то сами сделали, и вы лучше, вы сильнее тех, кто тут в Москве выпендривается, вы такие-то и такие. Боже, что началось в элите? Опять пролетариат, доехали, какой кошмар, такая всеобщая волна, вот такой ненависти, презрения, ну стоял там этот мужик, что-то говорил, было видно, что он даже говорит до достаточно чистого сердца, но он такой, да, но может быть он ошибается, я не слишком верю, что Путин решит те стратегические задачи, которые можно, но это выяснится очень быстро. Какие 12 лет? Какие 20 лет? Боже мой, процессы разворачиваются с колоссальной скоростью. Первая волна кризиса и все, что мы сейчас здесь видим, это все будет рухнувшая декорация, все вместе. Как же они возненавидели этого мужика? Ну я имею в виду мужика, может инженер, да, тагильский. И как они возненавидели того, кто к нему обратился? И я вдруг понял вещь, которую я не понимал все эти годы, глядя на них, что никто из них Жириновский, ну Прохоров не говорю, к ужасу моему Зюганов, ну кто там еще из них есть? Мирон, ладно, не будем. Да, все вместе, все они, они не любят ни народ, ни Россию. То есть они совсем это не любят. Понимаете? Я не понимаю, как велика тайна этой нелюбви, как можно так не любить, но я вижу, что не любят. У меня как прозрение вчера было на эту тему. Я вдруг подумал, я ведь все годы видел, что вот два альтернативных каких-нибудь фестиваля, ну помню, Губенко там организует какой-нибудь слабенький фестиваль, да, а тут там Ахиджакова, там какие-нибудь, я не знаю, Бондарчуки, Телемили, все такой настоящие, либеральные. И Зюганов все время там. Я думаю, ну как же, он должен же прийти к тем, он же контрэлита, он же не элита. И тогда для меня это тайна губительного прихода к либералам. Они модные, они элитные, они московские, и к ним хочется. Вот меня волна отбрасывает, так мне не хочется, а другим хочется. И я вдруг увидел, что ни одна струна не задета настоящей любовью, ну в конце концов, я театральный режиссер, не худший. Я же что-то понимаю, я же вижу, что Жейновский не любит народ. Вот он говорил вчера там на ОРТ, очень долго, и я каждую минуту думал, ну хоть одно слово любви, неважно, к избирателю, кому-нибудь, хоть одно недежурное слово, хоть одно ощущение, что люди тебе нужны. Мы клянемся в этом зале, что будет сформировано, пусть не в один момент. Элита, основанная на принципе любви и служения народу, кляемся, вам предстоит ее сформировать, ее мало. Народ и элита все время говорят, элита имеет смысл только если это элита служения, служения стране и народу. Нам придется учить этому близких, детей, других людей, к которым мы пойдем, самих себя. Россия потерпела чудовищный удар, чудовищный удар, когда рухнул коммунизм и Советский Союз. Это был чудовищный удар по основаниям. Это действительно было падение. Оно сказалось на каждом. Люди еще слабы. Им в каком-то смысле не хватает внутренней силы. Они все время спрашивают, как преобразовать себя, как из зайцев, как в ежике-то, да, что делать? Отвечаю. Есть одна великая преобразующая сила. Это любовь. Нет другой силы в мире. Это главная политическая проблема сегодня. Научитесь любить по-настоящему народ и страну. Это разные вещи. Страна – это исторически длящийся субъект. Живых и мертвых. Соборное целое. Если вы разбудите себе подлинную великую любовь, она все преобразует. Не будет препятствий, которые вы не сможете преодолеть. Не будет задачи, которые каждый из сидящих в этом зале не сможет решить. Вы все решите сами. Вся слабость будет преодолена. Настапит время силы. Но только разбудите в себе эту любовь. Эту жалость к народу. Это служение ему. Мы сидим в этом зале, как бы плохо нам не было. Мы же знаем, что десятка миллионов наших сограждан, которых мы любим, еще хуже, чем нам. Что где-то тут посреди страны миллионы бездомных детей, беспризорных. Свиней, коров пересчитали, а детей нет. Даже не знаю, три или пять миллионов. Это наш народ. Наша страна. И мы должны сделать так, чтобы они жили и были счастливы. Чтобы они исполнили то, что должна исполнить Россия. Вот Россия является катехоном, является тем, что стоит и не дает окончательной победы мировому злу. Вот они должны это исполнить и жить здесь по законам страны. Но для этого сами мы должны жить по этим законам высшей любви. В противном случае ничего не будет. И измеряете все происходящее этой любовью и служением. Какой-то карьерный дурак удальцов смертельный такой дурак, между прочим, видно просто. Говорит там у Кургиняна какая-то карьера потеряна. Карьера. Вот нужна мне карьера. У меня карьера, если хотелось какой-нибудь, это карьера театрального режиссера. И то не карьера, а служение. Как говорил Станиславский, художественный театр это мое служение России. Вот этот принцип любви и служения, вот он нужен. Когда я все время говорил о метафизике, когда читал эти лекции сути времени и будем продолжать их читать. О чем шла речь? Только об этом. Человек не может преобразовать себя, он не может набрать в себе нужный потенциал силы, если он не любит. Он теряет связь, теряет связь с прошлым, с историей. Вот весь этот комплекс неполноценности возникает. Возникают все эти соблазны, связанные так сказать с так называемым псевдобуржуазным прозябанием и всем прочим. Они возникают, возникает какое-то ощущение растерянности, что ты-то маленький, что ты не принадлежишь к этой божьему элите. Если элита не служит своему народу, это антиэлита. Элита элита в себе и для себя это антиэлита. Это гибель страны. Если интеллигенция не служит народу, если забыто то, что было сказано когда-то, о сострадании нет страшнее силы и силы беспощаднее, чем народ, познавший жалость. Он хватает вилы спасать несчастных, он топор берет, авророзалп, сдают дриколием села, но это началось в минуту ту, когда Радищев рукавом сироту. Вот это отертая слеза при виде сироты. И наконец последнее пробуждение России. Вы приедете сейчас в свои города, где надо работать и где жизнь так же тяжела, как она была вчера. И легче она не станет. Ничего хорошего, особенно Путин здесь. Я приезжаю в Новосибирск, полный зал людей со светлыми, хорошими глазами, разговариваешь, делишься своими ощущениями, мнениями, споришь, говоришь про серьезные темы, а потом меня просто ведут поесть, быстро перекусить в какой-то неучший ресторан местный. От суббота и он гудит. и там битком человек 300. Ну, вы понимаете, это гудящая стихия совершенно другой мотивации. Вокруг очагов, которых вы окажетесь завтра, море другой мотивации. и людей надо пробуждать день за днем, час за часом, месяц за месяцем. Не кто-то другой это должен делать, а вы. Если бы собравшиеся в этом зале привезли на митинг по 30 человек, нас было бы 30 тысяч. Это сделать неимоверно трудно. Но если вы здесь собрались и приехали, значит, вы хотите чего-то трудного. Нельзя просто замкнуться в маленьких группах, сидеть в них и не выходить на холод жизни. Нужно идти в народ. День за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем, преодолевая свою неуверенность внутреннюю, свое ощущение, что не получается, свое ощущение, что чего-то еще не понимаешь. Мы поможем всем, чем сможем. Если только сейчас не завернется вот эта спираль, я не должен буду тянуться в очередной мегамитинг, тратя на это последние силы, то уже через три дня начнутся занятия лицея. Все начнется очень быстро. мы будем помогать, но за вас никто не сделает. Вам придется перебирать себя по молекулам, по крупицам, придется дружить друг с другом, хотя все время жизнь такая, что очень легко поругаться. Придется избавляться, выдавливать покаплем из себя все слабости, все неуверенности в себе, все соблазны современной жизни, потому что больше кроме вас никого нет. Когда я вас позвал сюда, я подумал, если начнутся сейчас завтра гражданские конфликты, ведь кроме вас никого нет, люди будут разобраны по этим конфликтам и нам не удастся побудить страну гражданскому миру. Страна будет погружаться в тяну регресса и ваша ответственность тянуть ее назад. Человеку очень легко толкать вниз, его очень трудно тянуть наверх. Но это нужно делать всеми способами, и это должен делать каждый из здесь собравшихся. Мы в каком-то смысле еще и проверяли, кто приедет, кто решится. Это было очень важно. У кого на это хватит сил, зная, как это тяжело? Будет еще тяжелее, и мы не можем пообещать ничего другого. Но постепенно вы начнете трансформироваться, каждого, начнете понимать, что какие-то вещи, которые вам казались невозможными вчера, оказываются возможными сегодня, а вещи, о которых вы даже подумать не могли позавчера, оказываются уже тем, о чем вы думаете. Это уже происходит сейчас. Это же видно. И мы можем рассчитывать только на то, что каждый из вас сумеет пробудить других, только на быстрые цепные реакции. Без этих цепных реакций ничего не будет. Заботьтесь о старшем поколении, которое существует в КПРФ. Не хлещите, повторяю, их по щекам. Пусть лучше вас они хлещут, особенно за меня. Это бывает. Я на них не в обиде. Но помните, что не в руках этого бесконечно уважаемого поколения в будущее. Оно в ваших руках. Все лучшее, что можно взять коммунистическо-патриотического, берите. Обо всем остальном не беспокойтесь. Беспокойтесь о себе и о народе, о тех, с кем завтра вам придется говорить. Беспокойтесь о том, чтобы вы могли говорить на едином языке вместе, чтобы у вас возникло новое чувство сплоченности, новое чувство решимости жить и бороться за свои идеалы, потому что без этой решимости и без этой реальной борьбы жизнь это очень скучное, а в чем-то даже омерзительное занятие. Как бы вы не были молоды, вы будете стареть. Как бы вы не добивались отдельных крупиц потребительского счастья, они будут омрачены массой вещей. Жизнь и счастье существует в одном. Человека миссия одна. Двигаться к своему идеалу. Для этого существует жизнь. Двигаться можно вместе. Идеалы могут существовать только вместе. Уже сейчас вы создали какие-то сплоченные микрогруппы, и вам в них будет легче жить. Взаимопомощь, взаимоподдержка, четкое ощущение презрения ко всему, что связано с нынешним гидонизмом и попыткой ткнуть вам в глаза какой-то высокий денежный статус. Спокойно относитесь к этому. Это все кончается. Это уже отыгранная пластинка. Будущее время будет совсем другим, гораздо более суровым и в каком-то смысле чистым, хотя и очень грозным. У нас очень мало сил. Вы слышите? Их сейчас очень мало. События могут развиваться очень быстро. Если я правильно понимаю рапорты смес, то на сегодня нет ни кровавых сгустков, ни убиенных детей, ни вообще убитых людей, то есть им не удалось сегодня развернуть все в сторону очередных витков напряженности. Но они будут стараться. Они будут стараться. У них здесь есть одна очень серьезная добавка. Их здесь много. их здесь сфиговую тучу в Москве. Их здесь до миллиона. За звонить заголосовало 10-12 процентов. Вот это и есть 2 миллиона человек. Они все понимают. Они живут ненавистью к вам, к нам, к России, к ее историческому пути, к ее своеобразию, к ее мечте о каком-то своем счастливом будущем, к ее новому слову. Они живут этим. Поэтому, если процессы начнут разворачиваться быстро, то мы, во-первых, создадим широкую коалицию сил и все-таки уравновесим их митинговую раскачку своей. Прошу поддержать или не поддержать подобный принцип. Если начнется Майдан и мы это поймем, то мы обратимся к вам и особенно к провинции. Мне страшно даже подумать об этом, мне не хочется за это голосовать. Я почти убежден, что в ближайшее время это не будет, но даже если это будет через год то через два, в какой-то момент это станет неминуемо. Просто хочется верить, что нас в этот момент станет больше. Народные миротворцы это, между прочим, еще и квалификация. Люди замечательно зашли в театр, потому что зайти тысячной массе людей в театр за короткое время почти невозможно. Но вы понимаете, что речь идет о маневре, когда группы могут двигаться определенным образом. Речь идет о навыках. Очень трогательно, что поскольку в нашем движении в целом все-таки женщин, скажем так, к сожалению, немного, то их процент увеличился, как только заговорили об армии народных миротворцев. Женщин стало сразу больше. Их тоже немного. Но если бы даже сегодня пришлось вступать в сферу острого конфликта, я бы действовал в ощущении полной неготовности к этому здесь собравшихся. Я бы не позволил себе кидать группу людей одухотворенных идей нового исторического пути и жаждой к философии под заточки приехавших с Украины и Белоруссии бандитов. Нам еще предстоит пройти трудный тяжелый путь. Этот путь всегда будет конституционным и суперзаконным. Там, где кому-то разрешат быть на 10% за рамками закона, нам не разрешат на 0%. Запомните это. Моя организация на протяжении 20 лет имеет единственный стопроцентно белый баланс в России, потому что мне черной точке не позволят. вот так же и вы все. Кому-то позволят 5% экстремизма 10, у вас должно быть 0 или минус 3. К черте подходить мне. Но все равно мы создадим спортивные группы, мы создадим тренировочные лагеря. Уже этим летом школа обязательно будет другой. Списки людей, которые приехали сюда составлены. Составлены списки? Анна. Да. Это есть наш золотой фонд. Никто, никакое присутствие здесь не дает никаких особенных преференций. Но то, что все мы услышали и увидели, мы услышали ваш отклик и увидели вас здесь, вы должны знать твердо. Мы не можем даже за это благодарить, потому что за исполнение долга не благодарят. Просто время наступает суровое. Единственный принцип, который будет существовать в организации, это принцип труда. Чем больше будут люди трудиться на общее дело, тем больше их права, делая многоточие, трудиться еще больше. А какие у нас еще другие права? Наши гостеприимные хозяева приняли нас здесь. Я правильно понял, что эксцесса не произошло на Пушкинске? Эксцессов в Москве не произошло. Мы считали нужным собрать вас под самые разные варианты. Вы должны были все это услышать. Вы должны понять, что в сущности вы внутренне находитесь в состоянии повышенной мобилизации, коль скоро что-то случится. Поддерживаем ли мы в принципе эту идею повышенной мобилизации? На этом общую часть нашего сбора я объявляю закрытой. Я оставляю за собой право призвать вас в тот момент, когда здесь запахнет всерьез жареным. В любом случае мы увидели друг друга и поняли, чем мы будем заниматься завтра. Я призываю вас вернуться в ваши города, в ваши поселки, в различные регионы страны и бороться там идеологически за нас и за правильное понимание нашей позиции, в том числе за счет показа митинга на ВДНХ, а также за счет рассказа о наших принципах, а также за счет рассказа обо всем том, что вы здесь услышали. Конечно же, этот материал вы тоже получите, здесь работает наше телевидение и оно предоставит вам, может, не столь художественную, но все равно высокохудожественную модель того, что вы здесь слышали. Юра, говори громче. В городе нет крови. Раз крови нет, то я объявляю завершенным наше собрание, но помните, что оно может возникнуть завтра, послезавтра, через неделю. Я не верю, что все окончательно позади, но дай нам Бог полтора года, чтобы вырасти и стать сильными. Дай нам этого дух истории, дай нам этого, та миссия, на которую вы за себя возложили, а ведь мы ее на себя возложили, и это главное. Слава России! Слава России! Спасибо вам всем, друзья! Спасибо! И помните, и помните, да, завтра вам скажут, что у вас здесь опять было 200 человек, да, ну вот помните эту нашу встречу и идите к людям, потому что, если сейчас к ним не идти, завтра может быть поздно. идите осторожно, умно, запомнив все, что я здесь сказал. И когда вы соберетесь в следующий раз, вы должны быть еще больше готовы, чем готовы сейчас. Это главное. Спасибо вам! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ